Изменения коснутся тех, кто станет владельцем недвижимости только с 15 июля. Но не стоит путать выписку, заменяющую свидетельство, и выписку о правах на собственность, которые и ранее получали в Росреестре, например, при продаже недвижимости. У вас есть свидетельство на руках, и вы просто хотите получить выписку из Единого государственного реестра прав. Да, здесь взимается плата за получение этой выписки, и вы ее можете получать сколько угодно. Выписка, которая подтверждает регистрацию прав, которая будет выдаваться вместо свидетельства, она выдается однократно, бесплатно при приобретении права, при регистрации права. То есть вы покупаете объект, вам, если раньше мы выдали бы свидетельство, то сейчас мы вам выдадим вот выписку. Документ можно получить как в бумажном, так и в электронном виде. Но самое интересное, что фактически эта выписка подтверждает ваше право на имущество только на дату выдачи. Иными словами, документ, полученный 15 июля, будет действовать неограниченное количество времени. Но свидетельствует лишь о том, что 15 числа вы являлись собственником. Поэтому, чтобы подтвердить право на имущество при покупке, предположим, квартиры, нужно заказать новую выписку второго вида. Кстати, оформлять документ не обязательно в отделениях Росреестра. Можете обращаться в любой офис многофункционального центра, который оказывает услуги Росреестра, в филиалы кадастровой палаты, которые расположены в каждом районе нашей Нижегородской области, в городе Нижнем Новгороде. Это филиалы кадастровой палаты, расположенные на Васюнина 2 и Энгельса 2, а также офисы Росреестра. Значит, сроки оформления не изменятся и останутся в пределах 7 дней. Так или иначе, никаким риском для граждан замена свидетельств на выписку не грозит.